Давайте теперь продолжим разбираться, что у нас еще может быть в четвертой версии. В четвертой версии есть такая вещь, как фильтры. Ну, вы знаете, в компонентах есть такое понятие, сейчас я их найду, эффекты, да, фильтры. Ну, в общем, тут мы рассматривали их довольно подробно в третьем диске, примерчики. Там, в общем, достоинства и недостатки у каждого есть. Взяты они примерно, в общем, это все идет из третьего версии свиша, в четвертую перекочевала, особых изменений не претерпела. Но вот что принципиально появилось в четвертой, это следующее. Вот давайте возьмем объект, ну, давайте с каким-нибудь там, как у нас там, с кнопочками зелененькими. Вы уже знаете, что это такое. Вот они, вот эти зелененькие объектики. Значит, я к нему не могу представить эффект Move, типа, как они называются, Morphing, да, да? Ну и ладно. То, что я сейчас покажу, в принципе, это можно сделать и к объекту, который с зелененькими штучечками, и который без зелененьких штучек, у которых есть вот такая вот вещь. Вот, можно через точки, через узлы можно изменять ее, трансформировать Morphing. Итак, делаем следующее. Опять-таки, задаем эффект Move. Ну, длительность там выбираем, какую нам нравится. Чтобы посмотреть более внимательно, давайте зададим ее подлиннее. Так, разместим посередке и идем на вкладку эффекты. Что у нас вот, подсвечено вот это вот Move, что у нас тут появилось. Ну, вот видите, по соку она имеет вот эти зелененькие точки. У нас вкладочки Morphing не появилось. Но, как и в предыдущем уроке, так и здесь у нас вкладочка фильтр присутствует. Что сделать, если... Давайте я сейчас вытащу ее, чтобы уже мы рассматривали ее поподробненько. Потому что там много всего присутствует. Итак, если я сейчас сделаю вкладочку фильтр, у нас должна появиться еще одна вкладочка. Калочку ставим. Зынь. Опа, появилась. Я не обманывал. Так, нажимаем сюда. Ну и пусто. Ну и что ж теперь делать? Дело в следующем. У нас тут появилась, доступная стала кнопочка плюсик. Вот если мы на нее нажмем, то у нас появляется целый список доступных фильтров, разложенных по каким-то там своим принципам, по какому-то, который придумали разработчики. Если вдруг у вас нету, ну, всякое бывает, при инсталляции он должен появиться, если в свишмаксе, ну, по умолчанию, в четвертой, например, компоненты, как все это появляется, вы все знаете, значит, должна появиться директория эффекты. Вот эти эффекты, вот они все, которые вот здесь вот есть. Ой, извиняюсь. Фильтры, фильтры, эффекты. Сюда мы засовываем все те эффекты, которые вот, те move, потом новые эффекты, которые можно скачивать за свежезонную, вот они сюда появляются. А фильтры как раз-таки появляются вот в этой четвертой версии. И вот если мы сюда зайдем, тут у нас появляется название тех фильтров, которые, по сути дела, давайте сейчас вот так вот одинаково, чтобы вот присутствовало и здесь, и здесь. Если мы вот так вот нажмем, эх ты, одновременно, чтобы было. Так, сейчас попытаемся. Так, ну, короче, одновременно не получится. Ну, ладно, вот так, в общем, запомнили. И вот если сюда нажмем, у нас вот этот же, ну, может быть, в другом порядке немножко, но оно же и выйдет. Вот они, там альфа, ну и так далее. Если у вас их нету, то я вам всю вот эту вот директорию сброшу в этот урок. Так, ну вот, на этом шаге, вот он, фильтр, вот он перекопировал. Так, ну ладно, смотрим, что же мы можем с этим делать. Значит так, добавляем. Ну и давайте рассмотрим, например, DropShadow. Тут у него несколько вариантов предлагается. По умолчанию, дефолт, и какой-то там предновстановленные настройки, которые там нам производители, конструкторы уже предложили. Ну, давайте рассмотрим пока по умолчанию что-то. Так, значит, мы уже на него наложили некий фильтр на вот этот вот. Более того, он имеет параметры, этот фильтр. Фильтр DropShadow. И если мы на это нажмем, у него есть следующие параметры. Значит так, цвет тени в данном случае. Какая она будет в начале, какой она будет в конце. На какую величину, насколько пикселей мы будем разблюровку делать. Ну, есть такое выражение. По иксу, по игреку. На какой угол тень будет отставать? Дистанция этой тени. Сила, я не знаю, что тут еще. С галочками поиграться можно. Ну ладно, в общем, давайте я сделаю так. Дистанция, пусть с самого начала будет подальше она стоять. Ну, одинаково пусть она будет. Угол пусть у нас будет в начале 0 и в конце пусть будет 0. Ну ладно. Вот давайте сейчас, ну в принципе, что здесь нажмем, что здесь нажмем. Сейчас, поскольку у нас один объект и один эффект, мы посмотрим, что у нас будет, если мы сейчас вот повесили вот такое вот свойство в виде Move, но который представляет из себя не сколько движения, сколько эффекты, которые присутствуют вот в этом вот фильтре. Вот давайте нажмем. Смотрите, там оно играет, ну пусть по кругу ходит, ладно. Вот смотрите, мы уже повесили на него. Видите, немножечко такая вот разблюровочка идет по иксу, немножко разблюровочка идет по игреку. Тень у нас на 20 пикселей отходит от объектика. Вот они. Ну и угол 0. Угол же у нас, по-моему, вот так вот в эту сторону считается, да. Ну, теперь давайте так остановим. Хотя можем не останавливать, пусть она вот играется. И я вот вам буду показывать. Смотрите, давайте пусть тень у нас как солнышко ходит на 180 градусов. Смотрите. Дзынь. Вот она. И она вот так вот по кругу у нас будет ходить. Более того, у нас будет дистанция. Это, скажем, удлиняться, увеличиваться. Видите? А начало пусть, скажем, ну вот такое будет. Вот такая вот. Разблюровочку сделаем побольше. Ну, тут, наверное, она неинтересна будет. Ну, в общем, расплывчатая побольше стала. Видите? Длительность вот эту можем уже сделать подлиннее. Соответственно, вот эти вот изменения все уже, видите, как будут у них наблюдаться. Ну, вот такая вот. То есть, это Drop Shadow по дефалту, по умолчанию. То есть, что такое Start, что такое End. Да, мы можем еще даже цвет тени так побаловаться. Марсианские хроники какие-нибудь тут у нас, да? Спектральный состав Солнца Марсианского у нас меняется. Ну, и так далее. То есть, мы сейчас поигрались с Drop Shadow. Мы можем сделать несколько фильтров одновременно. Ну, в третьем диске мы учили, как все это делается программным способом. А если, как говорится, надо по-быстренькому все это сделать, то есть, мы в виде эффекта, как говорится, уже сделаем. То есть, мы добавляем на Drop Shadow еще какой-нибудь. Ну, пусть какой-нибудь там, Bevel какой-нибудь там будет. Не знаю, какой лучше. Ну, пусть такой. То есть, одновременно и тот, и тот. Мы давайте вначале посмотрим, что это такое вообще. Он одновременно сейчас будет у нас с тенью. Да. А, вот оно, свечень, Bevel вот этот вот проявился у нас. И он у нас, скажем, будет проигрываться в обратную сторону. Ну, скажем, минус 180 с нуля. Дистанция у нас будет наоборот. С большой до маленькой какой-нибудь. Не знаю, что это значит. И проверим. То есть, фильтра мы можем... А, ну, во, во. Играются они, начинают. Ходят там друг на друга. Хмуро смотрят. То есть, вот мы добавили уже два фильтра, получается. Так. Ну, и дальше вы уже можете, видите, появляется у нас, как, если большее количество фильтров появляться будет, у нас появляются возможности управления этими фильтрами. Какой-то я могу выбрать и, скажем, удалить, переместить один к другому. Ну, если мы вот так вот сделаем, поменяем их местами, что-нибудь будет? Ну-ка. Что у нас? Изменилось что-то? Ну, в принципе, да. Потому что, извините меня, дроп перекрывает бевел. А бевел, он как бы поменьше, значит. Смотрите, вот он не виден, а теперь виден. Ну, вот, то есть, вот так вот еще можно поиграться. Что тут еще у нас? Ежели присутствует, найдете, скачаете или создадите сами свой собственный фильтр на основе уже существующих, а их можно сделать, ну, скажем, давайте вот дроп шаду какой-нибудь возьмем. И он, видите, говорит, unsaved, то есть несохраненный. Но вы какими-то своими мыслями здесь доведете его до какого-то там совершенства, подбирая вот эти вот параметры друг с другом. И потом можете этот дроп шаду, unsaved, сохранить, save as, видите, сохранить, куда назовете его. И потом сохраняйте его вот в тот самый фильтр, который мы вам, ну, естественно, в той директории, градиент, где у нас дроп шаду, а вот дроп шаду, видите, сохраняйте его, он будет у нас расширением sft. Вот это sft, у вас будет ваше собственное название, ну, и он будет потом у вас присутствовать, вот когда вот здесь вот раз, дроп шаду, и вот тут у вас еще будут появляться ваши личные. Ну, и, как говорится, потом можете делиться каким-то там фильтром, который вы обнаружили, вот такие вот у него свойства интересные, и отмениваться, продавать, в конце концов, как уже удобно, как угодно. Еще что интересно, давайте в следующем уроке, если что-то интересное тут будет, покажу, какие еще фильтра тут, для чего можно применять.